сегодня понедельник 24 апреля мы начинаем наш видео обзор как обычно теперь у нас по понедельникам вместо текста будет видео обзор потому что данные новости события календари в понедельник занимают очень много времени и наверное смотреть видео удобнее чем читать сегодняшняя новость по германии то что мы видим в календаре хоть и вышла позитивной но она мало кого сейчас интересует на фоне французских выборов все остальное не столь важно как вы знаете на выборах в первый тур первый тур чего второй тур вышли два кандидата и один из них с небольшим отрывом это именно тот кандидат который нравится рынком который будет вести вменяемую политику в отличие от марили пэн второй тур назначен на 7 мая но рынке уже и с эйфорией с высокой долей вероятности дисконтировали так скажем будущие результаты и считают что победит именно тот кандидат который сейчас кажется лидером завтра у нас новые дома в штатах тоже на ничего интересного потому что этот сектор медленно растет ни пузыря там нет никаких никакой неопределенности сомнений все вроде неплохо хотя темпы роста и продаж новых домов и building permits так называемые разрешений и housing starts начало строительство вообще весь рынок недвижимости последнее время немного снизил темпы роста но проблем в этом секторе нет да и вы знаете два раза на одни те же грабли рынок не наступает кризис 2008 года начался с этого сектора и навряд ли во второй раз так называемые диссижен меккер меккер те что те кто принимают решения оставят этот сектор незамеченным недорегулированным так что мне кажется сильно обращать внимание на цифры по недвижимости в сша не стоит может быть только с точки зрения инфляции среда у нас банк японии тоже никаких интриг вот самая важная новость среды это и cb решение по ставкам 1245 дальше должна быть пресс-конференция мари драги будет выступать по германии выйдет инфляция вот вот этот блок 33 важные новости я бы даже сказал что решение cb именно нынешние вот в среду который выйдет 28 апреля она важнее чем все предыдущие заседания cb вместе взятые если взять последние 10 заседаний может быть даже за год последний она очень важная потому что именно сейчас рынки ждут от марио драги но может быть следующий раз он скажет мы не знаем но рынке ждут от марио драги намеков на то что будет раньше и cb сменит риторику и cb сменит настроение и также как и другие центральные банки но речь идет о банке англии и фрс начнет смотреть в сторону повышения пускай не сейчас где-то в будущем недалеком будущем или даже может быть отдаленном будущем но уже сейчас об этом будет говорить или же cb продолжит вести политику так сказать незнание непонимание не давать никаких намеков рынкам ввиду того что сам я цб еще не определился и это нормально что не так легко инфляция конечно поднимает голову но так быстро сворачивать программу количественного смягчения не не входило в планы и cb так что в этот раз мы внимательно будем следить за тем что скажет марио драги все-таки ки и продолжается теми же темпами до конца года или темпы снижаются объемы снижаются и мы потихоньку будем настраиваться на повышение ставки замечу что в прошлый раз в одном из аналитических материалов я писал даже так пост называется он где-то здесь есть вот он повторит ли евро судьбу фунта то есть речь шла о росте евро вслед за фунтом вы видели фунт очень сильно вид вырос сейчас я покажу графики и действительно евро повторил судьбу правда поводом послужили выборы но часто это просто повод возможно евро уже бы на прошлой неделе вырос бы вслед за фунтом но мешали риски мешала неопределенность политическая в данном случае и как только она частично рассеялась евро ушел вверх на на 18 и выше так что вот наш прогноз сбылся даже это не прогноз было такое как сказать настроение такое что вполне возможно евро все-таки сделает это потому что рынки начинают думать о повышении ставки начинают думать о том что и cb будет думать о повышении ставки ближайшем будущем мы узнаем среда возможно и не узнаем потому что марио драги в прошлый раз что он сделал какой намек он нам дал он просто промолчал на вопрос по поводу того возможно ли повышение ставки до окончания мер количества смягчения оставил этот вопрос неотвеченным ушел от него и рынке подумали что значит возможно юра был гудс очень нервный очень волатильный индикатор посмотрим что он принесет в раз все что хорошее по америке поступает на рынке увеличивает шансы роста ставки в этом году не не два раза а больше хотя и два раза тоже не совсем не совсем учтенный не совсем точный момент рынке могут все-таки ошибаться возможно будет одно повышение но в среднем в среднем кажется до конца года будет именно два повышения что сделал фрс за последние несколько недель может быть даже месяц-два фрс взял такую паузу хоть и 15 марта ставка была повышена но настроение риторика фрс нам не лично не кажется истребиной не кажется что фрс за усиленное агрессивное повышение ставок потому что нонфармы вышли слабые кстати следующая неделя не это вот следующая будет нонфармы будут выходить еще ряд показателей был слабым так что разворот евро был обусловлен именно этими факторами слабость понимание в решениях и фрс и возможность нажать надавить на газ со стороны ецб банк англии уже это сделал банк англии вот почему фунт улетел на новые высоты банк англии увидев инфляцию начал потихоньку думать о повышении ставки сначала это был один член комитета по монетарной политики я думаю что на следующем заседании будет больше настроение дистрибинных вообще в последнее время почему мы так много я лично так много времени обращаю трачу на настроение центральных банков потому что это единственное что сейчас влияет так сильно и может быть даже единственное что вообще влияет на курсы валют это всегда было важно но когда во всех странах регионах у всех центральных банков ставки очень низкие близки к нулю и пока они не намереваются повышать эти ставки этот фактор не актуален этот фактор не важен вот последние пару лет вот с лишним с тех пор как фрс начал повышать ставку это стало актуально для сша и сейчас это стало актуально для англии великобритания банка англии и потихонечку становится актуально для ЕЦБ. Так что сейчас самое время отслеживать настроение центральных банков, ставки в регионах. Ну, не сами ставки, ставки после повышения ставки уже поздно что-либо делать, а именно намеки. Это может быть макроэкономика, которая нам подсказывает, что скорее всего, допустим, ЕЦБ повысит ставку, потому что вон инфляция, допустим, в еврозоне выше 3%. Она, конечно, не выше 3%, я так к примеру сказал. Так что в ближайшей аналитике, в ближайшие несколько недель, месяцев, скорее всего, мы будем делать упор на ставки, упор на понимание того, что происходит в комитетах монетарных банков центральных, будь то Европа, Еврозона или Банк Англии или тот же ФРС. Это очень важно. Макроэкономика отходит на второй план. Точнее, не на второй план, она просто является почвой для размышления. Она будет давать пищу для размышления банкам. И после выхода макроданных мы будем понимать, что будет делать тот или иной центральный банк. Это, вообще-то, классическая схема. Никакой Америки, никакого нового подхода к прогнозированию, пониманию валютного рынка здесь нет. Все достаточно стандартно, классика. Просто настали те времена, когда это работает лучше всего. Итак, идем дальше. И пятница у нас. ВВП по Великобритании, ВВП по США. Квартальные данные. Посмотрим, как они отразят. Это достаточно важный индикатор. Разве что нонфармы важнее ВВП безработицы в Японии, думаю, опустим. Так что, неделя такая, не слабая. ЕЦБ, ВВП в США и Великобритании, инфляция в Германии достаточно важная. Кстати, 1,9 уже ждут. Вы понимаете, что целевой уровень Банка Англии, ФРС и, наверное, ЕЦБ находятся как раз в этих пределах, в районе 2%. Так что, если уже и в Германии инфляция приближается к target level, к целевому уровню, то ЕЦБ стоит подумать. Но это прогноз, конечно. Будем ждать фактических цифр. Вот у нас календарь. И глянем, что пишет нам Briefing.com. Тут могут быть какие-то другие неопубликованные в календаре Admiral Markets данные, потому что это чисто американский сайт по американской экономике. Публикуют цифры. Но нет, я вижу, что только Кейс Шиллер здесь попал на 25 апреля, на завтра. Это цены на недвижимость в Штатах, в 20 крупнейших городах. Ожидается такой же уровень роста цен 5,7%. И Jobless Climbs, календарь Admiral Markets его пропустил, потому что это еженедельный индикатор. Видимо, не столь важно. Ожидается 240-242. Это минимум, это многолетний минимум. Так что рынок труда чувствует себя неплохо. Что еще я вижу? Ну, конечно же, нефть и газ. Среда у нас, запасы нефти по США, коммерческие запасы. В прошлый раз было снижение на миллион. Это не очень много по сравнению с теми цифрами, которые были до 13 миллионов, 9 миллионов прироста. Сейчас это очень важно, потому что в преддверии того, что может собраться ОПЕК, принять какие-то важные решения, запасы. С другой стороны, в США будут нам помогать чувствовать, сколько на рынке нефти переизбыток ли или дефицит ли. Так что внимательно следим. Ну и в четверг газ. Давайте я перейду к... К нашим графикам. Вот сегодня S&P с большим отрывом показал рост. Буквально днем оторвался с гэпом. Понятно, мы видели это и на Brexit. И, кстати, странно. Вот Brexit закончился совсем по-другому. Не так, как ждал рынок. Хоть и был гэп вниз, но потом рынки с эйфорией развернулись. Выборы Трампа тоже. Был очень сильный гэп вниз, но потом рынки получили поддержку развернулись. Будет ли сейчас наоборот? Выборы прошли так, как надо. Победил тот кандидат, который симпатичен рынкам. Гэп вверх, а потом вниз. Посмотрим, будет ли такой разворот. Но пока все нормально. Рынки восприняли эту новость именно так, как им хотелось это воспринять. Я тут хотел две бумаги вам показать. Именно сегодня, в понедельник, когда мы делаем обзор еженедельный рынка. Это Zara, акции Inditex, которые котируются у нас. Вот в Emerald Markets есть в MetaTrader. ITX у них тикер. Хотел показать, что мы на одном из вебинаров тематических. В YouTube он есть. Я вам всем советую посмотреть. Делали обзор этой бумаги. И где-то это было вот здесь. Еще бумага не выросла. И пришли к выводу, что очень хороший момент покупать. Нет, это было вот здесь. Очень хороший момент покупать. Потому что бумага фундаментально очень даже неплохо выглядит. И рост торговых площадей, и стабильность рентабельности маржи так называемой. В общем-то, сеть Zara, Bershka, Stradivarius показывают весьма и весьма неплохие показатели и роста, и вообще стабильности. Ну вот случилось то, что случилось. Бумага продолжила свой рост. С 31, с 32 до 35 сегодня дошла. Ну неплохо, почти 10% за пару недель. Все технические индикаторы показывали нам покупку. Правда, раньше, до того, как мы вебинар провели. Лучше мы вебинар чуть раньше провели. Так что хочу обратить внимание на то, что все это сработало. Наш фундаментальный анализ был в нужном, в правильном русле, в правильном направлении. Не знаю, поздно ли покупать эту бумагу. Я жду коррекции. И вот я бы с удовольствием вошел в эту бумагу, в этот бизнес. Он мне кажется очень интересным. На фоне ГЕС, на фоне других компаний, конкурентов. Зары, Бершки, Страдивар, Рюса, Массима Дьюти. Это достаточно интересный бизнес. Выглядит он достаточно интересно. Что у нас еще тут было? Я приготовил еще несколько... Да, фунт. Я хотел показать, как фунт на прошлой неделе сильно вырос, пробил эту линию. Мы об этом много раз говорили. Что, скорее всего, мы проведем именно верхний предел этой линии. Скорее всего, инфляция и настроение Банка Англии не дадут нам оставаться в пределах этого треугольника. И уж тем более скатиться вниз и пробить его вниз. Так и случилось. Ничего нового. И я писал, что евро может пойти за ним. Нет, это нефть. Давайте нефть продолжим. Нефть у нас точно так же. Второй раз показывает обвал. Мне уже многие писали, что Браво ровно два раза был угадан вовремя медвежий разворот. Ну, тут много ума, не надо, чтобы угадать. Когда котировки на максимумах, факторы бычьи прошли. ОПЕК заседание свое провел. Вот последнее заседание было вот здесь, стран-партнеров ОПЕК. И цены не выросли. Американцы на рынок принесли миллионы баррелей нефти. У цены просто нет другого шанса, как минимум, не сделать коррекцию, а если не развернуться. Возможно, и развернуться. Потом были факторы снова бычьи, снова переживания по поводу ОПЕК, будет ли что-то, цена корректировалась. Не удалось с первого раза пройти дистанцию в 10 долларов, прошли всего 5 долларов или чуть больше. Опять коррекция. И было, наверное, не то чтобы понятно, все признаки указывали на то, что не должна нефть стоить в ближайшее время 55-60. Ее очень много на рынке. Что бы ни делал ОПЕК, этого всего будет мало. Только, да, здесь факторами служили геополитическая нестабильность. Сирия, Северная Корея, если бы не они, даже не достигла 53-х. Я был рад, как медведь, снова удалось зайти. Но я не сильно наращивал позиции, потому что у меня уже были шарты. Удалось отрегулировать конструкцию. Но, вы знаете, я не совсем на фьючерсе торгую, хотя на фьючерсе тоже. И вот случилось то, что случилось. Мое видение, что нефть будет оставаться под давлением. И в ближайшее время мы можем увидеть 45-42. Ну и, наконец, евро. Вы видите сегодняшний гэп. Достаточно сильный, серьезный. Повторил судьбу фунта, так же, как мы и писали. Находимся вот в пределах этого канала. Дальше все будет зависеть от ставок. Никаких политических, ни выборов, ни политических других событий в ближайшее время не предвидится. Конечно, выборы разных будут проходить в Европе, но они, наверное, не столь важны. Будем следить за ставками, будем следить за настроениями банка ЕЦБ, банка Англии, ФРС. Вот это сейчас на первом плане. Ну, давно уже это важно, а сейчас важность еще выше. А у меня все. Всем спасибо за то, что были с нами, слушали. Жду вас завтра на вебинаре, еженедельном вебинаре по обзору текущей ситуации на рынке. И в четверг у нас будет тематический вебинар. Всем хорошей недели, удачи на рынках. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok